Готовность номер один. Муниципальная комиссия проверила пункты проведения ЕГЭ в Перворайске. Какими устройствами оборудовали помещения для сдачи единого государственного экзамена, расскажем далее в сюжете. Сейчас проверяем сигнал, что работают видеокамеры в кабинете для видеофиксации, как будет проходить государственный экзамен. Чтобы все партии входили в обзор, чтобы каждый ребенок находился под наблюдением. Во время проведения экзамена каждый кабинет должен быть оборудован двумя камерами, ноутбуком и часами. Необходимо хорошее освещение и возможность проветривать помещение. Ко всем этим требованиям в пунктах проведения экзаменов привыкли давно. А с 2014 года стало обязательным и наличие двух металлодетекторов. Ну то есть да, проверяют вот, и он срабатывает. Он не только на телефон может сработать, но и на любой металлический предмет. Или допустим то, что лежит в кармане. В этом случае предлагается показать те предметы, которые могли послужить поводом для вот этого срабатывания. Технологическую готовность к ЕГЭ проверяют в седьмой школе. Уже несколько лет учреждение является пунктом проведения госэкзамена. А отвечает за него Ирина Боболева. По ее словам, все 11 аудиторий подготовлены к приему выпускников. На данном этапе школа полностью укомплектована необходимым для проведения государственной итоговой аттестации оборудованием. Для всех тех технологий, которые предусмотрены на сегодня, на современном этапе для единого государственного экзамена. Для осуществления технологии печати и технологии сканирования экзаменационных материалов. Проверка проходит в четырех школах. В седьмой, второй, пятой и пятнадцатой. Ее проводит муниципальная комиссия, в которую входят представители полиции, родительской общественности, телекоммуникационной компании и управление образованием. Для чего все это надо? Для того, чтобы дети могли себя очень комфортно чувствовать на экзамене. Чтобы никакая техника нас сегодня не подвела во время экзамена. Потому что если отключится видеонаблюдение и в течение 15 минут его не будет, то результаты этой аудитории могут быть аннулированы. В составе проверяющей комиссии уже четыре года состоит и Елена Ситникова. Вместе со специалистами она осматривает аудитории, в которых будут проходить экзамены. А позже делится информацией с родителями учащихся. Я успокаиваю со своей точки зрения, со своей стороны родителей, что все замечательно. И чтобы они не переживали, потому что, как показывает практика, родители переживают гораздо больше, чем наши дети. Дети относятся более спокойно к сдаче ЕГЭ. В этом году сдавать экзамены будут 550 выпускников. С этой целью будет открыто пять пунктов. Четыре из них в общеобразовательных учреждениях и один на дому для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Ульяна Шелькова, Александр Захаров. Хроника дня.